еще одна неделя позади и есть новости которые точно будут интересны всем автомобилистам доброе утро давайте прокатимся гибддс сообщили о новом массовом методе проверки автомобилистов на алкоголь который заработает 2022 году это будет экспресс-тест и он позволит быстрее самое главное чаще проверять автомобилистов принцип прост если у инспектора дпс возникает вопрос и он считает что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения он предлагает ему пройти экспресс-тестирование сам прибор будет без муштука но подуть в трубку все равно придется принцип работы прост по выдыхаемому воздуху в специальный прибор можно будет выявлять если там пары алкоголя или нет тут ничего нового если у автомобилиста не выявят признаков опьянения он сможет спокойно продолжить движение не погружаясь в систему медицинского освидетельствования а это как минимум сэкономит время водителей ведь медицинское освидетельствование процесс долгий у экспресс-теста есть несколько особенностей первое от него можно отказаться и никаких штрафных санкций водителю применяться не будет но тогда все равно придется пройти полное медицинское освидетельствование тут все по старому второе поскольку речь идет об экспресс-тесте то есть о неком упрощенном варианте то и его результат не смогут считаться юридическим подтверждением опьянения водителя но если результат будет положительным то все равно придется пройти полный цикл освидетельствования ну а вы что хотели не надо садиться пьяным за руль есть еще одна интересная новость которая с одной стороны добавит штрафов водителем с другой стороны обезопасит движение посвящается всем тем кто накидывает ремень обманку только перед постом дпс ведь без ремня гораздо удобнее на самом деле нет больше такая уловка не сработает в регионах стали рассылать штрафы за не пристегнутый ремень а нарушение фиксируется с камер видеонаблюдения камеры начали фиксировать не пристегнутые ремни в российских регионах вслед за москвой постановления стали приходить в татарстане в тамбове и совсем скоро такие камеры заработают в переме комплексы распознают отсутствие ремня у водителя и пассажира практика которая позволяет распознавать не пристегнутые ремни при помощи камер пришла из москвы в регионы и как утверждают разработчики в скором времени она появится на всей территории российской федерации с каждым годом количество таких камер будет только расти самое интересное это принцип работы камеры как камера понимает что ремня нет это делает нейросеть до этого она обучалась анализируя изображения с камер разработчика которые установлены по всей россии обучение происходит постоянно но наработанная база уже позволила научиться определять основные факторы в случае которых происходит фиксация и материалы отправляются на рассмотрение там пристально изучают каждый материал вручную и выносят решение пристегнут ли ремень у находящегося в машине или нет если однозначно трактовать изображение не получается его отбраковывают еще один важный вопрос который интересует многих будут ли приходить штрафы за непристегнутых пассажиров пока юристы приходят к одному мнению ближайшее время нет и систему будут тестировать именно на нарушениях водителей при этом эксперты уточнили что согласно пдд у водителей есть все основания получить штраф за непристегнутого пассажира с камеры все технологии которые вводятся на дорогах делаются ради безопасности не забывайте пристегиваться и заставляйте пристегиваться пассажиров это может сохранить вам жизнь а вам хорошего дня и удачи на дорогах